итак огромный привет моим дорогим подписчикам и всем случайно заглянувшим сегодня я впервые буду сама готовить такое прекрасное блюдо как и бим пап картинка красивая согласитесь просто как какая-то знаете витаминная бомба чего там только нет мое первое знакомство к сожалению с этим блюдом было крайне крайне неудачное мы попробовали его в хорошем заведении куда нас пригласил друг мужа но она мне не понравилась там было сырое яйцо тушеный шпинат и ростки значит сои к сожалению эти ингредиенты мне настолько не понравились что я вообще не обратила внимание на это блюдо и в общем-то не захотела его освоить и научиться готовить ну вот в эти выходные все изменилось я попробовала другой вариант пи бим папа он назывался чем чипи бим пап это с тунцом там были немножко другие ингредиенты я запомнила и решила повторить правда все равно ростки сои я исключила не стал даже тратить на них деньги потому что ну как-то они не не понравились хотя на вид очень очень привлекательно и очень они выглядят как вот как-то здорово да как будто вот это что-то полезное в чем много витаминов но тем не менее на вкус они мне не понравились даже не вкус не во вкусе дело в том что тушеный шпинат и вот эти ростки они почему-то очень с трудом жевались вот это вот какие-то жилки прожилки в середине этого шпината они просто не пережевывались моими зубами и вот эти ростки тоже а плохо пережеванную пищу я плохо глотаю да поэтому у меня вот такой вот знаете возвратный рефлекс все что сияло красилась обратно ну короче не суть извините если вы ели в это время я испортила вам таким рассказом аппетит так сначала нужно выпустить кошку и она требует открыть дверь так давайте приступим к приготовлению для этого блюда я подобрала ингредиенты которые мне понравились это морковь консервированный тунец грибное ассорти и такое вот интересненькое и вот такие вот салатные листья всего нужно будет ну практически вот знаете пожменьки по кулачку то есть не все эти ингредиенты полностью уйдут так сказать в дело ну кроме тунца тунец конечно полностью будет задействован буду готовить две порции одну большую одну среднюю и в конце нам понадобится яичко которое я конечно же пожарю потому что сырое мне совершенно не понравилось ну еще что я делаю я тут попиваю кофеек вот люблю пить кофе когда готовлю или чай запивать и так теперь нам все это нужно помыть и нарезать также нам понадобится рис забыла про главный ингредиент сейчас он готовится это самое главное это основа блюда и так для начала я решила слегка обжарить грибы и вот я их уже помыла обжарить наверное даже не совсем правильное слово слегка припустить на огне чтобы они не были сырыми но и такими зажаренными коричневыми они тоже не должны быть просто слегка обработаны термически масло я возьму минимальное количество куда бы пристроить камеру я даже не знаю обжарю слегка буквально 60 секунд минуточку а а Продолжение следует... Морковка попалась очень вкусная, сочная и сладкая. Продолжение следует... Продолжение следует... Подписываться на канал, попробуйте приготовить очень освежающее, вкусное летнее блюдо. Надеюсь, вам понравится. Это все нужно смешать потом в тарелки. И вот такое вот месиво вкусное, питательное кушать. Вкусно. Так, мы уже закончили есть, я помыла посуду. Смотрите, что я использовала для соуса. Хотя сама я ела без соуса, то нет, он такой солонопатый, маслянистый и вполне себе вкусненько было. Соус готовила для мужа. Брала вот такую вот перечную пасту. Кочу-джан, она называется, ко-чу-джан. Вот такой вот соевый соус. Это сахарный сироп. Он частенько используется в кулинарии здесь. Но я обычно его не использую, знаете, просто с сахаром подсахариваю, если что-то нужно. И вот такое вот масло. Чам-ки-рым написано. Это кунжутное масло. Вот это все, значит, замиксовала я. И получился соус. Я никогда этот соус не готовила. Понятия даже не имею, какой он на вкус. Но муж одобрил. Значит, все в порядке. Значит, все в порядке. И соус, рецепт соуса этого я искала в интернете, конечно. Потому что где мне его еще было искать? Если я готовлю это, собственно говоря, впервые. Муж мне сегодня закупил разные выпечки вкусные. Такой большой запас. Давайте посмотрим, что там есть. Сделаем, так сказать, распаковочку. Так, это что-то новенькое. Я такое еще не пробовала. Похоже на какой-то рулет. По внешнему виду кажется, что сладкий. Так, это пирожок жареный в масле. Такой я уже пробовала. Написано Я Че Кам Джа. Это значит с овощами, с картошкой. С картошкой, с овощами. С лапшой. Так. Вот такая вот сладенькая булочка. Такую я уже пробовала. Только она в этот раз какая-то зажаристая. Немножко пережарили ее. Вот такая же, только посветлей. А это, видимо, просто сахарная. А это сахарная, посыпанная дробленными орешками. Это слойка запеченная с сыром и зеленью. Это луковая булочка. Они бывают разные. Я два вида луковых булочек пробовала. У этой внутри, помимо лука, еще какой-то крем-сыр. Лук имеется в виду не зеленый, а репчатый. Сосиска в тесте. Это что? Непонятно, что тут нет надписей. Ну, кроме вот как на пирожке была надпись с какой-то начинкой. Что он с лапшой и с картошкой. А это, не знаю, просто похоже на какой-то... Как пончик. Ну да, как пончик, только без дырочки. Жареный в масле. Видно, что прям по текстуре. Тесто пончиковое. Я же вас пеку, вы знаете, я разбираюсь в этом. Ну и просто белый хлеб. Для бутербродов. Кстати, я догадываюсь, что муж хочет сделать. Он недавно видел рецепт сэндвичей с яйцом и вспомнил про него. Что есть такой рецепт. И, видимо, он хочет сделать в выходные дни сэндвичи с яйцом. Потому что там были именно такие булочки. Он их за все время, которые я здесь, впервые покупает. Наверное, именно для сэндвичей купил. Посмотрим потом, угадала я или нет. Ну и все. Много всего. Это такой запас. Продолжение следует.